Всем добрый вечер, меня зовут Олег. Практически то, что перечислила Екатерина, мы разделили на куски будущего, которые здесь представляем, и мои коллеги продолжат дальше. Вот та часть будущего, про которую уже сказали, но я повторюсь, тот образ, который мы нарисовали, это гигантское количество транзакций, полный уход от кэша в электронные платежи, очень открытый образ или доступ к образу клиента, когда мы все практически о нем будем знать и понимать, и только останется немножко частной жизни, которую можно будет спрятать куда-то. Высокая конкуренция самих финансовых организаций и практически возможность любого пользователя безболезненно, быстро и бесплатно перейти к другой финансовой организации, дистанционная и геометрическая идентификация этих клиентов, практически 99% устройств будут мобильными, как мы сказали. Значит, будет много всяких роботодизированных или построенных на искусственном интеллекте систем при совершении финансовых транзакций и вообще выборе финансового продукта. Соответственно, все это превращается в такой проект, который это такая, скажем, очень краткосрочная даже перспектива, что мы видим, что где-то прям в ближайшее время, 2-3 года появится большое количество финансовых агрегаторов, которые будут охватывать очень большое количество самих финансовых организаций, финансовых продуктов. И основная их цель будет помогать людям искать эти финансовые продукты, давать больше информации, потому что сегодня это сделать достаточно трудно, и это нужно сделать, чтобы это было общедоступно. Но жизни будет недолговечно, и в 2020 году они все умрут на самом деле. Вместо них появятся финансовые помощники, финансовые агрегаты, как просто посредники, помогающие искать финансовые продукты. На смену им придут финансовые, электронные финансовые помощники, которые уже на основе каких-то радиопатизированных функций искусственного интеллекта будут анализировать и выбирать финансовые продукты по профилю клиента, для которого они заведены. И фактически они будут взаимодействовать с нетрадиционными финансовыми организациями в том виде, в котором мы сейчас о них знаем. Мы считаем, что они тоже все немножко трансформируются, даже очень сильно. То есть банки превратятся в банки без офисов, без банкоматов, без КАС и даже, возможно, без IT. И будут они взаимодействовать с такой единой общедоступной облачной инфраструктурой, сервисами. Их будет несколько, много, где будут эти же трансформирующиеся финансовые организации выкладывать свои финансовые продукты. И это вся облачная сервиса, они будут обеспечить весь жизненный цикл этих финансовых продуктов. Все это будет построено по поводу единой технологии, IT-платформы и единых стандартах взаимодействия. Все это, мы считаем, должно регулироваться какими-то актами, которые будут позволять ограничивать, ну, вернее, регулировать прозрачность и ответственность все равно этих нагрегов, в том числе финансовых организаций, продуктов и самих ее клиентов. Так, все. А вопросы дайте поблагодарить еще раз. Да, вопросы, пожалуйста. Все согласны, мне кажется. Осталось только разработать. Да, осталось только сделать. Но это, видите, срок мы поставили очень короткий, а сейчас будет продолжение более длинное. А кто будет заинтересован вот в этом? Кто? Кто будет экономическим заказчиком? Клиент. Клиент? Да, какой клиент? Человек? Человек. Вот все это, ну, просто удобно сейчас заказывает, он, его потребность, его потребность во всем этом заставить всех, которые кто-то это сделать. Да, как же он, вот сейчас, увидите. А вот у меня как раз в продолжение этого очень успеха на данный человек, а вы видите какую-то стратегию, как это будет развиваться? То есть сначала появится такой сервис, потом какой сервис, потом какой-то он строится, вот так же, что вы спрашиваете. Вот они, стратегии. Через агрегаторы? Агрегаторы, помощники, в облачный сервис. То есть финансовые продукты трансформируются в облачный сервис. Я знаю, что это агрегатор, который создает Тинькофф-банк. То есть это банки, как-то они вот... Тинькофф-банк, это все системы, это все движется как раз по этому типу. Но это предположение такое. То есть я банк, страхование, а я банк, по-секому, банк, они вовремя системы. Да, и робот сам выберет автоматически, кто им интересен. Даже не будет спрашивать, как бы. Для этого перехода он возьмет кредит потом, если да и кредитуется, и попасит кредит другому. Без вашего участия. Так, все, и все, и все, и все, и все, и все, и все. Продолжение следует... Продолжение следует...